Привет, друзья! Знали ли вы, что первая версия Fusion появилась еще в 1987 году? Тогда еще не было ни Nuke, ни тем более After Effects. Изначально Fusion был разработан компанией ION. А в 2014 году компания Blackmagic купила уже по сути готовый продукт и интегрировала его в DaVinci Resolve. И в этом видео я расскажу вам о вариантах использования Fusion в DaVinci. А их на самом деле очень много. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начнем с того, каким образом можно переходить на вкладку Fusion и использовать его. Тут есть несколько вариантов. Первый вариант — просто разместить Playhead над клипом и открыть вкладку Fusion. Во Fusion у нас автоматически создается нода Media In, в которой находится исходный клип, и нода Media Out. Второй вариант — это создание Fusion композиции. То есть мы кликаем по клипу правой кнопкой, выбираем опцию New Fusion Clip и создаем Fusion Clip. И точно так же можем теперь перейти на вкладку Fusion. А в чем же здесь разница? Когда мы просто переходим на вкладку Fusion, не создавая Fusion Clip, у нас клип попадает вот сюда, в ноду Media In в своем исходном разрешении. Вот смотрите, разрешение проекта у меня 2560 на 1440, а исходник в формате 4К — 4096 на 2160. И вот в таком исходном виде он сюда и попадает. А если я создаю Fusion Clip, еще раз, New Fusion Clip, перехожу во Fusion, то вот этот клип у меня автоматически пережимается в разрешение проекта. Видите, сейчас у меня разрешение этого клипа 2560 на 1440. Соответственно, все эффекты, все, что вы будете накладывать здесь, применять на вкладке Fusion, будет обрабатываться уже в этом разрешении. И, соответственно, это все будет работать быстрее. Если же мне нужно добавить сюда клип в исходном разрешении, я всегда могу это сделать даже во Fusion Clip. Я просто перехожу на вкладку Media Pool и закидываю сюда исходник. И вот этот уже клип у меня будет в исходном разрешении. Это первое отличие. Второе отличие — это в длине клипа. Смотрите, если я клип немножко сокращу вот таким образом, подрежу начало, конец, и, не создавая Fusion Clip, перейду на вкладку Fusion. То у меня та область, которая видна на вкладке Edit, отобразится в виде вот таких двух ограничивающих желтых линий. То есть это диапазон рендера. Видите? И у меня те части клипа, которые не видны на вкладке Edit, они все равно здесь есть. И это бывает полезно, когда нужно обрабатывать какой-то клип, на который уже во вкладке Edit наложен transition. Вот наглядный пример. У меня два клипа, они, соответственно, чуть-чуть подрезаны, и между ними создан переход Cross-Dissolve, обычный простой переход. И, допустим, мне нужно какой-то из этих клипов обработать во Fusion, создать какой-то эффект. И в данном случае как раз-таки Fusion композиции создавать неправильно, а лучше использовать обычный переход на вкладку Fusion. То есть я перехожу на вкладку Fusion, и здесь я могу добавить любой эффект. Для наглядности добавим простую цветокоррекцию. Я нажимаю Shift-пробел, открываю окно с нодами и выбираю ноду цветокоррекции. Color Corrector. В этом ноде я просто немножко перекрашу клип. И видите, у меня вот здесь заканчивается рендер. То есть как бы на вкладке Edit клип у меня заканчивается вот здесь. Это у нас 395-й фрейм. А дальше вот здесь уже будет идти переход Cross-Dissolve. То есть я перехожу сейчас на вкладку Edit. Видите, у меня перекрашенный клип. И через переход он плавно переходит в клип, который следует за ним. А теперь смотрите, что будет, если я удалю этот переход Cross-Dissolve. Вот сброшу эту Fusion композицию. Для этого можно кликнуть правой кнопкой. И выберу пункт Reset Fusion Composition. Таким образом можно очищать все эффекты, которые находятся в композиции. Полностью удалять все, что было создано во Fusion. Но делать это осторожно. И теперь я создам Fusion композицию. Кликну правой кнопкой New Fusion Clip. Перейду в Fusion. И как мы видим, у меня вот эти полоски, ограничивающие рендер желтый. Видите, они уже по самым краям сейчас. То есть у меня теперь здесь визуально не видно те кусочки клипа, которые были подрезаны на вкладке Edit. Я никакого доступа к ним не имею. Поэтому в данном случае, если я сейчас применю какой-то эффект сюда, мне придется потом на вкладке Edit клип еще раз укорачивать. Вот так вот. Чтобы создать какой-то переход. Поскольку любому переходу нужно место, чтобы этот переход работал. Каким же образом можно совместить преимущества обоих методов? Самый простой способ это использовать ноду Resize. Давайте отменим создание Fusion клипа. Вернем переход. И у меня в данном случае композиция в 4К, а проект, допустим, давайте сделаем просто в Full HD. Если я хочу работать с 4К исходниками, ничего с ними здесь не делать, не переконверчивать их в самом DaVinci, я могу использовать ноду Resize внутри Fusion. То есть я открываю Fusion. И вот после этой ноды MediaIn я добавляю ноду Resize. В этой ноде Resize я задаю необходимое мне разрешение. Давайте поставим 1920 на 1080. Естественно, нужно смотреть, чтобы у меня сохранялось соотношение сторон. В данном случае можно поставить галочку Keep Frame Aspect, поскольку у меня здесь классический 4К, он не 16 на 9. И теперь я добавляю все эффекты после ноды Resize. Таким образом, у меня сначала картинка уменьшается, а потом уже обрабатывается всеми эффектами. И при этом я получаю полный доступ к тем кусочкам клипа, которые на вкладке Edit скрыты, которые задействованы в переходах, то есть вот эти вот области вне рендера. Таким образом, мы можем использовать преимущество двух способов. Мы не создаем Fusion композицию, но при этом все наши эффекты внутри Fusion будут работать уже в уменьшенном разрешении, что позитивно скажется на скорости работы. При этом обратите внимание, у меня сейчас во вьювере на вкладке Edit вот в этом клипе Сверху и снизу черные полоски. Полоски эти появились из-за того, что разрешение проекта сейчас у меня Full HD. И это стандарт 16 на 9 в соотношении сторон. А исходник у меня в классическом 4К. Это не 16 на 9, соответственно, сверху и снизу появляются черные полоски. И если вы работаете в формате 16 на 9, это может быть Ultra HD, то есть 3840 на 2160 или Full HD, то чтобы быстро во Fusion сконвертировать соотношение сторон, мы просто добавим еще одну ноду. Давайте перейдем во Fusion. И перед нодой Resize мы добавим ноду Crop. Нажимаем Shift-пробел, добавляем эту ноду. И нода Crop у нас обрезает изображение. По умолчанию, когда вы ее добавляете, она берет разрешение из видео, к которому подключается. Видите, она показывает 4096 на 2160. И вот сюда в формат X-Size нам нужно вписать разрешение, которое соответствует стандарту 16 на 9. То есть в данном случае это будет 3840. Вот так. После этого картинка у нас немножко обрежется сверху и снизу, чуть-чуть приблизится как бы. И все, теперь если мы перейдем на вкладку Edit, то эти полоски пропадают. Мы получаем с вами картинку в формате 16 на 9. И можем с ней работать. Поэтому если вы не хотите пережимать все исходники перед монтажом в разрешение, в котором вы работаете в проекте, я рекомендую вам использовать вот такой метод. То есть для работы во Fusion вы используете стандартный вариант без создания Fusion композиции. Просто переходите на вкладку Fusion. И здесь вы добавляете вот эти ноды Resize и Crop для того, чтобы картинку пережать внутри Fusion и потом уже пережатую картинку обрабатывать эффектами. И при этом у вас сохраняются вот эти все кусочки клипа, которые за пределами рендера. Соответственно, если они у вас участвуют в каких-то переходах, типа Cross-Dissolver, они также, видите, обрабатываются эффектами Fusion. И у вас здесь все работает как надо на вкладке Edit. Если же у вас несколько дорожек, одна над другой, допустим, вот этот клип продублируем и положим его вот сюда наверх. По умолчанию на вкладке Fusion будет открываться тот клип, который у вас сверху. Видите, я перехожу на вкладку Fusion, и у меня открывается верхний клип, в котором я еще никакие эффекты не добавлял. Как же мне теперь перейти вот в этот нижний клип, если я хочу продолжить его редактирование? Для этого мы кликаем по клипу правой кнопкой, и здесь выбираем пункт Open in Fusion Page. И таким образом я перехожу в тот клип, по которому я кликнул правой кнопкой. Если же вы создаете какой-то Fusion проект с нуля, то здесь без Fusion композиции уже не обойтись. На вкладке Effects выбрать Fusion Composition и перетащить ее на тайм-линию. Настроить необходимую длительность, и потом уже над ней поместить Playhead и перейти во Fusion. Как скопировать эффекты из одной Fusion композиции в другую? Очень просто. Мы переходим во Fusion. Выбираем ноды, которые хотим скопировать. Нажимаем Ctrl-C. Прямо здесь во Fusion мы можем открыть вкладку Clips. Вот таким образом. Внизу мы будем видеть все клипы, которые у нас на тайм-лайне. Просто переходим в тот клип, в который мы хотим вставить эффекты. И уже в новом клипе мы нажимаем Ctrl-V. У нас сюда добавится вся цепочка эффектов. И мы просто можем взять и подключить теперь наше видео в эту цепочку эффектов, а выход этой цепочки в ноду MediOut. Таким образом мы добавили и скопировали все эффекты из первого клипа во второй. Есть еще один способ использования Fusion композиции. Мы можем применять Fusion композицию сразу к нескольким клипам на тайм-лайне. Это полезно, когда мы хотим наложить какой-то эффект сразу на несколько клипов, и при этом не создавать Fusion композицию внутри каждого клипа. Например, у нас есть несколько разных клипов. И мы хотим применить к ним какой-то эффект из Fusion. Для этого в Dive Resolve есть так называемый Adjustment Clip. Некий слой, который накладывается сверху, и к нему можно применять точно так же Fusion эффекты, а также создавать эти эффекты внутри этого слоя. Как это работает? Мы раскрываем вкладку Effects, выбираем в Toolbox эффекты, и перетаскиваем Adjustment Clip сверху над теми клипами, к которым мы хотим применить эффект. Увеличиваем его ширину, соответственно. И теперь мы можем применять к этому клипу Fusion эффекты, а также создать, например, Fusion композицию внутри этого эффекта. Чтобы это сделать, мы кликаем правой кнопкой и здесь выбираем Open Infusion Page. И как мы видим, у нас сейчас во Fusion попадает уже два клипа. Видите, вот в этом месте они сменяют друг друга. То есть, если я сейчас наложу сюда какой-то эффект, например, эффект цветокоррекции. Давайте для примера уведем картинку в холод и посмотрим, как это все выглядит на тайм-линии. Выйдем обратно на вкладку Edit. И как мы видим, у нас эффект применился к двум клипам. Это очень удобно. Таким образом вы можете наложить, например, какой-нибудь эффект частиц из Fusion сразу к нескольким клипам, например, добавить снег или дождь. И впоследствии гибко настраивать длительность этого эффекта. Вы можете изменять длительность этого adjustment клипа. И это очень удобно. Таким образом вы можете применять эффект сразу к нескольким клипам. И в процессе это все настраивать, если необходимо, изменять длительность и так далее. Для каждого клипа вы можете создавать несколько версий одной и той же композиции. То есть я могу создать несколько версий вот этих эффектов. И потом между ними быстро переключаться. К примеру, здесь у меня Color Correction с таким розовым оттенком. И я хочу сделать версию, где будет другой оттенок. Я кликаю правой кнопкой вот по этому клипу в панели клипов. И выбираю здесь пункт Create New Composition. Теперь у меня создалась вторая версия этой композиции. Смотрите, в ней я меняю световой оттенок. Что угодно можно. Любые эффекты какие-то еще сюда добавлять. И теперь, если я кликаю правой кнопкой по этому клипу, то у меня здесь появились две композиции. Вот они. Composition 2. Это то, что сейчас открыто. И Composition 1. Я могу эти композиции переименовать. Допустим, эту я могу назвать Blue, синяя. А Composition 1 я назову Pink, розовая. И если мне нужно загрузить предыдущий вариант, который я сделал, я кликаю правой кнопкой, выбираю Pink, Load, то есть загрузить. И у меня загружается моя первая версия композиции. Это очень удобно, когда вы делаете какой-то композитинг во Fusion, и вам нужно сделать несколько вариантов. Обычно я всегда сохраняю первый вариант как композицию, и последующие уже версии, допустим, какие-то правки пришли от клиента. Я сохраняю каждую композицию как новый вариант. Потому что бывает такое, что спустя 3-4 правки вдруг клиент говорит, а давайте все вернем как было. В данном случае нет никаких проблем. Вы выбираете тот вариант композиции, который вы создали самым первым, загружаете его и рендерите. Также для больших и сложных композиций я рекомендую вам делать бэкап отдельно во Fusion композицию, так называемый Composition File. И этот бэкап композиции вам может пригодиться, если вдруг у вас проект завис или потерялся, что угодно произошло. Как сделать такой бэкап? Вот у нас наша композиция. Мы хотим ее сохранить как отдельный файл. Мы переходим в меню File, Export, Fusion Composition. Указываем, куда ее сохранить. Допустим, я сохраню ее на рабочий стол и назову Pink. И вот у нас ситуация. Этого проекта у нас нет. Давайте создадим новый таймлайн. Добавим сюда исходный клип. Вот у нас, допустим, это новый проект. И нам нужно сюда восстановить ту Fusion композицию, которую мы с вами сохранили. Мы переходим во Fusion. Переходим в меню File, Import, Fusion Composition. Выбираем нашу композицию Pink. И она загружается внутри Fusion. Как мы видим, мы получаем с вами готовую композицию, которую мы с вами забэкапили. Для больших проектов и сложных композиций я рекомендую вам всегда сохранять композиции как внешний файл. Если вдруг DaVinci зависнет или еще что-то такое случится, вы всегда сможете открыть эту композицию либо в новом проекте, либо в Fusion Studio. Еще один способ использовать Fusion, это использовать функцию VFX Connect. Эта функция полезна, если у вас DaVinci Resolve Studio и установлена также программа Fusion Studio. Вы можете использовать Fusion Studio для обработки клипов в монтажной линии DaVinci. Вы можете создать так называемый VFX Connect клип и работать с этим клипом во внешнем редакторе. Это может быть не только Fusion, это может быть, например, Nuke или After Effects. Делается это следующим образом. Мы кликаем правой кнопкой по клипу и выбираем опцию New VFX Connect Clip. У нас откроется вот такое меню, где нам предложат указать название этого клипа. Давайте назовем его Example 1. Формат. По умолчанию стоит формат DPX. Это секвенция, то есть это формат, где каждый фрейм это отдельный кадр. И такой формат оптимально использовать для композитинга, поскольку Fusion оптимизирован для работы с таким форматом. Здесь есть вариант DPX секвенции и EXR секвенции. EXR это формат более популярный, но он занимает больше места, тут зависит от задачи. Если вы хотите сделать просто какой-то композитинг эффектов обычных, так скажем, без использования внешней CG графики, тогда лучше использовать DPX. Если же вы используете композитинг CG и у вас есть определенные уже EXR файлы с пасами, с разными, тогда вы можете использовать формат EXR. MXF и QuickTime это файлы, соответственно, контейнера, то есть это будет видеофайл. Они будут занимать меньше места, но у них особенность такая, что у DaVinci эти файлы, с которыми работают, он их как бы лочит. То есть когда вы такой файл потом захотите сохранить внутри Fusion Studio или в Nuke, например, в After Effects, при открытом DaVinci он вам это сделать не позволит, а секвенции позволит, поэтому лучше использовать секвенции. TIFF это тоже секвенции, но они не так популярны, поэтому я рекомендую для задач каких-то простых эффектов, там трекинга, кейинга, использовать DPX. Также вы можете выбрать битность, опять же 10 бит, я считаю, достаточно. Но если вы хотите использовать прозрачность, тогда вы можете использовать RGB A8 бит, соответственно, включить альфа-канал и экспортировать с альфа-каналом. Ну вот для данного клипа я выбираю 10 бит и очень важный параметр это Custom Location. По умолчанию, если вы его не выберете, ваша вот эта секвенция сохранится куда-то там в кэше DaVinci, в папку, где у вас все кэш-файлы. И это ненадежно, потом этот кэш вы можете случайно удалить или еще что-то, не советую вам туда экспортировать вот такие штуки. Лучше использовать пункт Custom Location и здесь указать путь, куда сохранить эту секвенцию. Я указал вот такой путь, рабочий стол и папка Example 1. Галочка Use Source Media. Эта галочка означает, что не нужно переконверчивать клип в секвенцию, а прям использовать исходник. А пункт OpenVFX Connect Clip Infusion означает, что сразу после экспорта нужно автоматически открыть Fusion Studio. Вот давайте поставим эту галочку и нажмем Open. Начинается рендер. Рендер завершается и начинается запуск Fusion Studio. Запускается в Fusion Studio и, как мы видим, у нас здесь нода Loader, в которой уже переконверчена DPX секвенция. Если выбрать эту ноду, то в инспекторе видно путь вот этот. User Sanchez Desktop Example 1. И там внутри подпапка и там название файла. И теперь я могу DaVinci вообще закрыть и работать во Fusion Studio. Соответственно, в Fusion Studio гораздо менее требовательное количество оперативной памяти, поскольку если вы используете Fusion внутри DaVinci, то там еще весь резолф в оперативке зависает. А так у вас только в Fusion Studio. И здесь вы можете делать все то же самое, что на вкладке Fusion. Для примера я добавлю ноду Color Correction. Затеплю в ней картинку. Можно вот в правый вьювер закинуть уже ноду Saver. Вот так затепляем ее. После этого я сохраняю Fusion композицию и нажимаю Render во Fusion Studio. После этого я открываю DaVinci. Клип у меня автоматически обновится. Если он не обновился, то вы можете кликнуть правой кнопкой, выбрать пункт VFX Connect и здесь выбрать Refresh. Все, секвенция подгрузилась, видите, и она у меня уже на тайм-линии DaVinci. Таким образом я могу делать какой-то композитинг в других программах. Это может быть не только Fusion Studio, как я уже сказал ранее. Это может быть Nuke или After Effects. В общем, VFX Connect штука полезная. На моем канале вас ждет большое количество уроков по монтажу и визуальным эффектам. Большое спасибо всем, кто поддерживает канал на Boosty, Patreon и ВКонтакте. И для патронов каждый месяц я выкладываю уникальные уроки. Кейинг, трекинг, каротоскопинг, мошен графика, продвинутый цифровой мейкап и много всего интересного. Превью большинства уроков можно посмотреть на моем сайте. Все ссылки есть в описании. С вами был Санчес и канал TimeSaver. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok